В июне 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН новым непостоянным членом Совбеза была выбрана наша страна. Из общего срока в 24 месяца наиболее ответственными считается два периода, когда Эстония является страной-председателем, у которой есть возможность включать в повестку дня и свои темы, например, кибербезопасность. О кибербезопасности в ООН говорили уже долгое время, но важно то, что теперь эта проблема официально включена в повестку Совбеза. С этим согласились все 15 стран, и все они готовы ее обсудить. В составе Совета наша страна останется еще на 7 месяцев. Эстония собирается провести на высоком уровне несколько запланированных обсуждений, посвященных Афганистану и ситуации в стране после вывода иностранных войск, кибербезопасности и проблемам детей на территориях военных конфликтов. Предыдущий опыт подсказывает, что несмотря на большой объем заранее запланированной работы, каждый месяц происходит непредвиденное международное событие, на которое Совбез обязан реагировать. На этот раз такой новой темой стала Беларусь. Несомненно, важно, чтобы у нас находилось время и сила заниматься и внезапными актуальными проблемами. Как видно из событий последних недель, они могут быть связаны с Палестиной, Израилем или с развитием событий в Беларуси, где в воскресенье произошел инцидент, нарушающий международное право. Все 15 стран должны быть готовы уделять этим событиям внимание, включить их в повестку и помочь найти решение. В мае прошлого года Эстония внесла большой вклад в переорганизацию работы Совбеза в видеоформат из-за пандемии коронавируса. Сейчас ситуация в Нью-Йорке стала заметно лучше, и предстоит вернуть Совбез безопасности в зал. Лишь встречи на самом высоком уровне продолжатся в удаленном формате. Май-июнь считаются самыми напряженными в рабочем графике ООН. Как правило, они насыщены заранее запланированными мероприятиями. Тем не менее, Эстонии удалось сохранить и темы, которые она инициировала, сама та же тематика кибербезопасности. Но уже завтра Совбез, возможно, начнет обсуждать белорусскую тему. Соответствующее предложение сделали три страны ЕС. По юмой Эстонии, Франция и Ирландия. Но для этого нужен консенсус всех 15 стран. А еще в июне Совбез под председательством Эстонии должен предложить Генеральное ассамблее кандидатуру Генсека ООН. Скорее всего, его останется на второй срок Антонио Гутерриш. Михаил Лиславлев, Петер Иллавайн. Новости Таллина.